здравствуйте дорогие любители массовых репрессий сегодня мы с вами поговорим не о репрессиях а совсем наоборот о позитивной сталинской программе а конкретнее о позитивной программе позднего сталинского времени которую мы видим в фильме далеко от москвы фильм был снят в 1950 году а следующий год в 51 получил сталинскую премию первой степени надо сказать что фильм этот трудно назвать шедевром с художественной точки зрения но сталинские премии в области искусства давались как правило не за это как правило они давались фильмам и книгам которые были своеобразным идеологическим камертоном который задавал вот направление давал образец вот про что и как нужно снимать и как нужно показывать с этой точки зрения фильм пятидесятого года чрезвычайно важен что мы в нем видим но сюжет достаточно типовой для всех времен вот далеко от москвы суровое военное время 42 43 год на дальнем востоке прокладывается нефтепровод партия и правительство поручают сократить сроки прокладки ряд инженеров доказывает что это невозможно но другие считают что это вполне возможно в поиск необходимого решения включается весь огромный коллектив стройки и не только стройки даже местные жители немцы колхозники рыболовы и общими усилиями естественно решение быстро находится вместо правого берега нефтепровод идет теперь по левому свете вновь открывшихся благодаря местным жителям обстоятельств стройка сокращается и вместо трех лет строительства нефтепровода занимает всего один год ну казалось бы агитка утопия а вот не совсем дело в том что такие агитки утопии такие фантазии они давали реальный практический результат они людям давали моральный настрой на подвиг и не будь таких фильмов агиток не думаю что в течение считанных недель там смогли бы тот же самый бензин и провод проложить по дну ладожского озера блокадный ленинград вряд ли смогли бы обогнать американцев в разрушенной стране в космической гонке вряд ли смогли бы раньше американцев создать мирный реактор производящий электроэнергию это же ссср ссср обогнал американцев в этом отношении водородную бомбу вряд ли смогли бы отстроить разрушенные войной кварталы тот же самый например севастополь где по оценкам западных специалистов которые во время ялтинской конференции активно все обследовали должно было занять не одно десятилетие наши справились за пол десятилетия в общем и целом вот такие чудеса реально удавалось творить благодаря таким фильмам но это только один пласт давайте посмотрим на те диалоги и те взаимоотношения которые в фильме царят это сумасшедший энтузиазм этот энтузиазм надо сказать после сталинского периода сохранялся еще достаточно долго он только к середине шестидесятых годов исчез то есть решение двадцатого съезда они дошли в конце пятидесятых только до головы а вот до сердца и до печенок они дошли значительно позже уже середине концу шестидесятых в этом смысле братья стругацкий с их миром полудня с их далекой радугой с их стажерами где герои ведут именно вот диалоги которые как будто просто цитируют эти сталинские фильмы да не как будто действительно цитируют потому что стругацкий росли именно именно на этих фильмах и книгах и только уже к середине шестидесятых этот это поменялось для сравнения я предлагаю там посмотреть понедельник начинается в субботу где люди в новогоднюю ночь массово шли на работу потому что работать им казалось важнее интереснее и достойнее высокого звания человека чем сидеть дома за новогодним столом поднимать тосты и танцевать а в шестьдесят восьмом уже сказка тройки уже совсем другое настроение так вот вот эти ранние стругацкие с их сумасшедшим энтузиазмом и стремлением вперед вверх это пережитки сталинщины в сознании безусловно еще интересный момент связанный с этим это то что действие фильма я напомню происходит сорок втором сорок третьем году а снят он в пятидесятом всего пять лет прошло после победы и там нет ни одного человека в военной форме они конечно помнят про войну они регулярно там просится на фронт некоторые из них потом парторг им доказывает что нет здесь тоже фронт и если тебя отправили сюда будь добр здесь работать как на фронте и не сбегать еще неизвестно где тяжелее там или здесь слова правильные но конечно им все равно на этот фронт хотелось сталинское на поколение очень молодой еще было кроме всего прочего поэтому конечно им хотелось на фронт можете вы себе представить хрущевский брежневский фильм гробачевский ельцинский путинский где действие происходило бы в сорок втором сорок третьем году и при этом не вокруг войны строился бы сюжет не вокруг военных не вокруг танков не вокруг действий разведки в принципе такого быть не может и это тоже очень любопытное свидетельство того времени время сталина было обращено вперед войну закончили давайте строить у нас новые не менее глобальные задачи вперед с начиная с никита сергеевича и по сию пору мы только рефлексируем и все время вспоминаем победу гордимся ей что совершенно правильно но как мы видим это уже принимает совершенно чудовищные формы при особенно сегодняшнем дне при путине и слова победа беси здесь уже совершенно справедливо а при сталине этот баланс соблюдали войну помнили героев чтили но не забывали о том что смотреть нужно только вперед после сталина это было тоже потеряно ну и еще одна любопытная зарисовка который нельзя не коснуться такой интересный сюжетец 51 год когда этому фильму дали сталинскую премию первой степени самый разгар как нас сегодня все учат борьбы с космополитизмом она же как нам все рассказывают начиная со школьной санги с камни политика государственного антисемитизма в ссср ну во первых в этом фильме есть второстепенный персонаж по фамилии либерман снабженец очень такой симпатичный позитивные безусловно положительный герой но кроме этого кроме того что весь фильм получил сталинскую премию первой степени ее получили и два актера марк бернес и лев сверлин из всего актерского состава евреев было ровно два и оба они получили персонально за свои роли первую премию сталинскую степень сталинскую премию первой степени к чему бы это а это очень явный и недвусмысленный намек на понятное любому нормальному человеку кроме профессионального пропагандиста с кино овеческими и литература овеческими погонами дело-то все в том что это была действительно борьба ни с какими не с евреями никакой не государственный антисемитизм это была действительно борьба с космополитизмом тот факт что среди низкопоклонников перед западом и космополитами среди космополитов оказалось так много людей с еврейскими фамилиями это простите проблему уже не тех кто с космополитизмом боролся а самих космополитов данном случае евреев так вот товарищ сталин этим явным и недвусмысленным намеком этим присуждением двух премии первой степени четко показал что нет если кто-то подумал что мы боремся с евреями а не с космополитами то этим горячим головам нужно бы немножечко поостыть вот пожалуйста тоже намек очень важный и я напомню речь идет о 50 а ты о 51 годе когда эти премии присуждались таким образом подводя итог мы видим какое было идеологическое направление какой был задан товарищем сталином камертон в искусстве энтузиазм полное отсутствие всякого уныния настрой на трудовой подвиг отсутствие вот этой вот хрущевско-брежневской жалости к самим себе ой мы бедненькие пострадавшие от войны да нам тяжело но мы люди с остальным характером мы все трудности преодолеем и безусловный интернационализм не забывая при этом о том что русский народ это ведущая сила союза советских социалистических республик и никакого низкопоклонства перед западом мы вышли в ту область где ни у кого нет научных и технологических решений мы обязаны их сами создавать и мы их сами создадим и уже создаем вот такова была линия товарища сталина но у меня на сегодня все архипелаг гулаг а а Субтитры создавал DimaTorzok